Всем привет, друзья! Ну что, давайте продолжать дальше избирать турнир US Open. Тем более, у нас с вами начинаются самые жаркие противостояния второй недели. И для выпуска на YouTube канале я выбрал матч между Викторией Азаренко и Каролиной Плишковой. Уже недократно отмечал, что для белорусской теннисистки США и в частности US Open это практически второй дом, потому что она тут живет, она тут развивается и проводит большую часть своего времени, не только тенниса, но и в принципе жизни. Так что неудивительно, что она тут играет с большим воодушевлением, у нее тут большая поддержка, большая фан-база. И она прекрасно знает эти корты, она была в финале уже US Open дважды. И видно, что она правда сейчас находится в отличной форме, она подтверждает это своими результатами, своей игрой. Очень качественный теннис, показывает мало невынужденных ошибок, при этом стабильная подача, нету двойных. Что, кстати, Прлишковой, да, я отмечал, что она прибавила, безусловно. Но, вот знаете, Мариус Бенчет показал, что есть один, так скажем, нюанс в ее игре, точнее одна Ахиллесова пита, которая ей часто очень мешает. То есть, вот как только у нее возникают какие-то трудности в игре, сложности, она очень сильно боится за свою подачу. И она как будто боится, знаете, сыграть плохо на подаче, боится подать плохо, потому что, думаю, что вот если я сейчас начну подавать там слабо или там не точно, то вот начнется у меня сыпаться игра, потому что это практически мое основное оружие. У нее держит рука на подаче, это видно, прям было вот четко видно в матче с Бенчетч, как у нее возникали сложности за своей подачей, не просто так она проиграла такое количество геймов. Поэтому я считаю, что вот в этом отношении ей будет сложно играть с Азаренко, которая более психологически устойчива, более такая, скажем, собранная в этом отношении, не так она сильно зависит от своих, там, элементов игры. Да, конечно, у них по личикам ничья. 4-4, но нужно понимать, что сейчас все-таки еще ближайшего не вышло на тот уровень, когда она играла почти на равных с Викторией. Еще раз повторяю, я тут исхожу исключительно из того, что вот вижу сейчас по форме игровой объем девуши. Поэтому я считаю, что в следующий раунд турнира US Open пройдет Виктория Азаренко. Друзья, вам большое спасибо, кто оказывает мне помощь, поддержку в сборе средств на приобретение новой двутопиводной коляски, ступенькоход. Я уже не раз говорил, что это прям супер-мега-классная штука, которая мне поможет преодолевать любые препятствия, любые преграды без посторонней помощи. Поэтому если кто-то хочет искать свою также помощь и поддержку в ее приобретении, а эта вещь не дешевая, то ссылка на донат есть в описании, там же находится и номер карты Сбербанка, куда можно осуществить перевод. Но у меня все в этом, друзья, как сказать, желаю всем здоровья, удачи, хорошего настроения и до встречи в следующих выпусках. Всем пока-пока!